Анапчане встретили участников автопробега у стелы город воинской славы. Автомобилисты стартовали 17 марта в городе Герои Севастополя. Анапа город воинской славы приняла стафету от Керчи. Я не могла остаться в стороне. Я очень рада сегодняшнему приему. Я буквально плачу. Самое удивительное, что плачет молодежь. Мне настолько сейчас хорошо, что я ни одной секунды не пожалела о том, что отправилась в такой далекий путь. Маршрут действительно нелегкий. Участники проедут более 20 тысяч километров, посетят более 80 городов-героев, городов воинской славы и городов, награжденных Орденом Отечественной войны. Участники международного автопробега проедут по дорогам Украины, России и Республики Беларусь. Заедут в Армению, Азербайджан и Молдову. Маршрут автопробега пройдет по Приднестровью и Южной Осетии. Я приехал из Симферополя и решил участвовать в автопробеге, чтобы показать, что Крым многонационален, и что Россия тоже многонациональна, и что вместе мы можем быть намного сильнее. В каждом городе жители оставят запись в книге международного проекта «Наша великая победа». Традиционно развернут знамя победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Знамя держали тысячи рук, а в Анапе его развернули и кадеты морского пограничного лицея. Эстафета, которая пойдет сейчас по городам воинской славы, городам героев, в очередной раз будет славить героизм и мужество нашего народа. Анапа передаст эстафету Новороссийскую, затем участники пробега посетят ТОПСы. Проект действует три года, но впервые в маршрут включены Краснодар и Ставрополь. Инициаторы международного проекта – крымчане. Главной целью автопробега считают единство народа. Будет жива память о великой победе в Великой Отечественной войне. Будет жить Россия, и Крым, и Украина, и Белоруссия. Все мы будем жить вместе, потому что вместе наши народы добились эту величайшую в истории победу. Участники автопробега планируют посетить намеченные города за 50 дней. Завершат маршрут 9 мая в Севастополе. Финальная точка автопробега выбрана не случайно. Именно в этот день, 70 лет назад, советские воины освободили Севастополь от немецко-фашистских захватчиков. Анастасия Никитина, Максим Лагоша, Анапа. Регион.